Заезды, смены, мероприятия – всё это похоже на загородный лагерь. На самом деле речь о молодёжном историко-культурном форуме «Истоки» – платформы «Росмолодёж». Он создан совсем недавно по указу президента. Уже было пять заездов, три слободские семьи попали в первый по теме «Семейные ценности». Наши земляки побывали в Псковской области, представили свои социальные проекты, прошли обучение и активно отдохнули. Среди них – специалист по работе с молодёжью Дворца культуры «Паруса» Ирина Шаклеина. На её счету пять выигранных грантовых проектов, направленных на развитие молодёжи. Самый известный – с чего начинается любовь. В августе стартует ещё два. Название проектов «Культ пространства ближе друг к другу». Как водится, мы приглашаем всех желающих, все мероприятия точно так же бесплатно. И уже с августа мы начнём реализацию, начнём с молодёжных сред. Потом будем проводить мероприятия как и по направлению семейных ценностей, так и в целом по духовно-нравственному развитию. Многие уже знают интенсив, с чего начинается любовь. У нас будет два потока. Онлайн-марафон, психологические игры, трансформационные. Это по типу настолок, но с психологическим контекстом, где мы сможем посмотреть какие-то стратегии поведения человека. С ноября прошлого года Ирина Шаклеина ведёт проектную школу. Все желающие обучаются там социальному проектированию. Поездка на форум стала логичным продолжением этой деятельности. Такие форумы дают возможность представить и защитить проект, получить финансирование, то есть всё для того, чтобы воплотить общественно значимую идею в жизнь. Чем хороши такие форумы? Что на них мы узнаем очень много актуальной, важной информации по теме. Съезжаются и участники, и эксперты с разных уголков России и собирается такая мощная среда единомышленников. И там мы можем как представить новый проект и попытать счастье, получить финансовую поддержку, выиграть грант, так и можем обменяться опытом по реализации проектов, которые уже существуют или только планируются реализовываться, но уже выиграли. Поскольку тема одна, то мы можем обмениваться техниками, приёмами, какими-то интересными фишками, которые потом можем реализовывать в своём городе. Лекции, дискуссии, обучающие семинары – активистов ждала насыщенная программа. С собой участники форума могли взять детей в возрасте от 7 лет. Ребятам тоже не пришлось скучать. Они посещали мастер-классы, творческие кружки по интересам, вместе с родителями участвовали в утренних зарядках, дворовых играх. Кроме того, сами учились быть организаторами. В один из дней дети приготовили для нас сюрприз. Накануне они вместе со своими как бы вожатыми разработали игру. Игра такая простая. Это были станции, например, Чай-Чай-Выручай, крестики-нолики, перетягивание каната, пол-эта лава. В общем, такие маленькие станции. У меня Соня вела станцию Чай-Чай-Выручай. И мне было даже удивительно, сколько много народу, взрослых, пришли играть в эти игры. И все были в таком диком восторге, как будто бы люди впадали в детство, и их прямо это зацепляло, и никто оттуда не хотел уходить. И у детей, соответственно, тоже был восторг, потому что они организовали эту игру. Они вроде бы здесь главные герои, и они в то же время тоже играют вместе со взрослыми. Познакомилась с мальчиками Димой, Данилом и Ильёй. И мы гуляли на площадке, ходили на развлечения. Понравилось там? Да, очень. Хочу в следующем году поехать снова. Проект Анастасии Раковой – серия рукодельных встреч для подростков. Автор инициативы решила доказать ребятам – рукоделие – это классно, а вовсе не нудно и сложно. Оно развивает навыки и таланты, и вообще это огромный мир, в который можно и хочется погружаться вместе. Столько умных, интересных, разносторонних людей, которые дают тебе реально полезную информацию, а не просто там вал информации, из которой надо брать какие-то отдельные частицы. Там прям всё полезное. Спикеры были очень разнообразные. Это были и православные такие вот деятели, и люди далёкие от этого. Например, психотерапевт у нас выступал. Нам очень было интересно слушать то, о чём он говорил. Были психологи. Ну, в общем, очень разные люди. Огромная территория, вся в цветах, приветливые лица. Сама атмосфера форума располагала к творчеству и душевному подъёму. Остались в памяти и экскурсии, и походы, и встречи со знаменитостями. Наполнена была буквально каждая минута, говорят участники. Я брала с собой своих мальчишек, среднего Данила и старшего сына Диму. Дети были просто в восторге. Да и мы сами, в принципе, тоже участники, как взрослые, тоже были в восторге. В сентябре в городе стартует проект «Семейные встречи и сближения». Его автор Марина Загарских – косметолог-эстетист, вдохновлённый своей семьёй. Будет проведено несколько мероприятий, направленных как раз на укрепление семейных ценностей, на повышение качества семейного досуга и на сплочение родителей и детей. В планах провести такие мероприятия, как поездки в морепарк, в театр, семейный киновечер, различные творческие мастер-классы, игры совместные. В общем, все мероприятия направлены на то, чтобы познакомиться со своими детьми ещё ближе. Участие бесплатное. Прийти может каждый.